Добрый день, уважаемые представители, уважаемые коллеги. Позвольте остановиться на опыте внедрения и применения телеклиники в Иркутском онкологическом диспансере. Если говорить об телеклинике, все-таки стоит понять о том, что история нашего сотрудничества между немецкими коллегами и между коллегами в Сибири, в России, начиная с 2007 года, когда было подписано по решению 6-го противореческого диалога во время визита в Иркутск соглашение о сотрудничестве между форумом Коха и Мечникова и представителями Министерства здравоохранения Иркутска и Иркутской области, а также Медицинского университета города Иркутска. Основные направления, которые были... Прошу прощения, я как-то не так сделал, да? Лучше не проси. Лучше мне так не ожидаешь. Все, я понял, спасибо большое. Были намечены основные области сотрудничества, среди которых также и было обозначено такое социально значимое заболевание, как онкология. Формы сотрудничества были предприняты в виде образовательных проектов, клинических научных проектов и создания и развития партнерств. Формы сотрудничества также были отражены в виде научно-практических конференций, телеконференций, семинаров, тренингов, стажировках. Стоит отметить, что сотрудничество между онкологами Германии и Сибири особенно ярко проявилось в течение последних двух лет. Было проведено порядка четырех российско-немецких научных конференций, которые были посвящены проблемам лечения рака молочной железы, лимфом, реабилитации пациентов. Стоит также отметить о том, что немецкие коллеги находили время и возможность приехать к нам провести мастер-классы по этим технологиям. Кроме того, ряд наших коллег, специалистов области нейрохирургии, анестезиологии, таракальной хирургии проходили месячные стажировки на базе немецких клиник в Хемнице и в Гидерберге. В 2014 году у нас была открыта телеклиника. Мы избрали этот проект как платформу для непрерывного профессионального медицинского образования. С нашей точки зрения телеклиника, конечно же, способствует повышению качества оказания медицинской помощи и повышению доступности медицинской помощи. Особо хотелось бы выделить следующее направление, потому что об этом уже говорится многое. И хотелось бы сакцентировать ваше внимание на том, что в первую очередь эта телеклиника – то, что создано для пациента, для наших страдальцев. Дело в том, что пациент получает возможность услышать второе мнение специалиста, и не просто специалиста, специалиста зарубежного, достаточно авторитетного. С одной стороны, с другой стороны, в принципе, пациент может оценить по достоинству предлагаемые методы лечения в условиях российского медицинского учреждения. Почему? Потому что все-таки мы стараемся работать согласно общепринятых мировых стандартов. И тогда, когда мы предлагаем совершенно бесплатно пациенту пройти ту же самую программу лечения на базе нашей клиники, тогда, как для кого не секрет, что лечение за рубежом платное и будет стоить нашему пациенту достаточно больших денег. Так что позволяет, так сказать, выиграть, опять-таки, нашему медицинскому учреждению, предлагая тот или иной метод лечения. Ну и в конце концов, если у пациента есть какая-то определенная направленность и желание пролечиться за рубежом, мы можем оказать помощь пациенту в выборе достойного лечебного учреждения, используя, опять-таки, ту же самую телеклинику. И немаловажным является то, что все равно пациент возвращается, опять-таки, на родину, и нам приходится в дальнейшем сотрудничать с тем или иным медицинским учреждением, чтобы продолжать лечение, как при прогрессировании с нового заболевания, так либо возникающих каких-то проблем и осложнений. На данных слайдах вы видите процедуру открытия телеклиники в городе Иркутске. Тут присутствовали и в том числе представители компании ЭПС, которые также оказали нам большую услугу в организации телеклиники. Для Иркутского онкотического диспансера вообще это было достаточно значимое событие. Более того, в процедуре открытия телеклиники присутствовал бывший наш губернатор Иркутской области, Ерошенко Сергей Владимирович, министр здравоохранения и заместитель ЗАГСобрания по вопросам. Про оборудование телеклиники, я думаю, нужды останавливаться особо и нет. В общем-то, уже подробно осветили эти вопросы технологии Скайпа с использованием высокотехнологичной техники. Сразу хочу сказать то, что начав работать по телеклинике с немецкими коллегами, мы столкнулись с рядом проблем. И, наверное, самая основная проблема была в том, что мы отправляли часть материала на обсуждение немецким коллегам, выходили на телесвязь, нам рекомендовали дополнять те или иные обследования, и тем самым процедура несколько затягивалась. Поэтому было принято совместное решение все-таки сделать визит в ту клинику, с помощью которой мы проводим телеконференции. И мы посетили клинику Хемниц, посетили практически все отделения, где проводится работа. Остались очень удовлетворены и довольны той работой, которая проводится в этой клинике. Нам очень понравилась работа наших коллег в отделениях нейрохирургии, таракальной хирургии, абдоминальной хирургии. И по итогу мы пришли к той мысли, что нам необходим какой-то формат общения, необходима форма подачи информации. И, используя совместное обсуждение, мы избрали форму подачи информации в виде такого чек-листа, если можно выразиться, где отражено, в первую очередь, тот доктор, который отправляет на консультацию материал и информацию. Его контактные данные, как сотовый телефон, так и электронная связь. Информация об самой пациентке. Например, в данном случае идет речь об молодой пациентке, которая была прооперирована на восстанавливающей непроходимости в одном из городов Иркутской области. В дальнейшем у пациентки возникает рецидив, достаточно тяжелое течение заболевания. И предметом обсуждения была дальнейшая тактика по ведению этой пациентки в плане назначения той или иной схемы химиотерапии. В принципе, это очень выгодно в том плане, что и пациентка присутствовала, и оценила те возможности, которые мы использовали, и то, что мы можем предложить этой пациентке. И, собственно говоря, увидела то, что, в общем-то, второе мнение по ее заболеванию совпадает, в общем-то, с нашим мнением. Всего было проведено не так много телеконсультаций, а порядка 25. Вопросы самые разнообразные, как злокачественное образование головного мозга, так и легких желудка. У вас пациент достаточно обширный, от 3 лет до 75 лет. Стоит также отметить, что мы проводили телеконференции не только по вопросам онкологических заболеваний, но и по поводу доброкачественного образования, по поводу заболеваний, в принципе, не связанных с онкологией, по желанию тех людей, которые обращались к нам с этими просьбами, поскольку работа телеклиники достаточно широко представлена в СМИ города Иркутска, Иркутской области. Каких-то либо жалоб со стороны пациентов у нас по поводу данной технологии не было. Но с учетом дефицита времени, позвольте на этом закончить. Если у кого-то есть вопросы, я готов на них ответить. Большое вам спасибо. Спасибо, коллеги. Я хочу немножко дополнить Алексея Владимировича. Он достаточно плотно остановился на тех выгодах, которые это несет для непосредственно больного, для его семьи, потому что онкология – это страдание не одного человека, это страдание целого куста, будем сказать, целого сектора людей. Второе преимущество, которое он сказал, это для медицинского учреждения, которое позволяет решить много вопросов в сложных диагностических вариантах, в случаях, да, собственно. И нужно сказать еще один момент. Вот я не знаю мнение Алексея Владимировича, спрошу, насколько оно сплотило вашу команду, насколько совместно стали работать другие специалисты разных диагностических областей? Ну, по примеру, опять-таки, Германии мы убедились в важности одного очень серьезного мероприятия, так называемого туморборд. Это, грубо говоря, консилиум по каждому пациенту. И, в общем-то, сейчас, по крайней мере, касаясь вот той профильной патологии, которой я занимаюсь, коллапрактология, у нас все пациенты, которые получают диагноз локачественного образования прямой ободочной кишки, обязательно проходит так называемый туморборд, где принимает участие профильный специалист, химиотерапевт, радиолог, специалист рентгенолог. Это, конечно же, сплачивает нашу команду, позволяет обсуждать многие сложные вопросы. Причем, убедившись на примере немецких коллег, мы обнаружили то, что достаточно компактное по своей временному промежутку и очень насыщенное по информации и очень удобное для клинициста мероприятие.